Объем работы не уменьшился, работаем круглосуточно в Ешиме 24 на 7. Комбинированные дорожные машины, самосвалы и погрузчики подрядчика день и ночь приводят в порядок магистрали города. Прилотковую часть, тротуары и труднодоступные проезды убирают в ручном режиме. Однако жители работы оказались недовольны. За последние два дня в Министерство экологии поступило около 20 обращений. Видели, что на самом деле вдоль наших основных автомагистралицных улиц стоят полевые облака, так называемые. Это пыль, которая поднимается автомобильным транспортом и видно, что проходила некачественная уборка дорог. Мэр Челябинска Наталья Котова поручила исправить недочеты и усилить уборку основных улиц Южноурайской столицы. МТЗ стараемся не привлекать в силу того, что может возникнуть пыль. Что гражданам не нравится. Пылесосы также не привлекаем. В минусовую температуру они не могут работать, так как у них система замерзает. Ну и труд бесполезен. Кроме того, грязь начали вычищать вдоль тросовых ограждений на улице Братевка-Шириных, куда не может добраться уборочная техника. Обслуживать дороги с дорожными разделителями сложнее. И это потребовало от нас привлечения дополнительных рабочих для того, чтобы принять их на работу и вывести на ручную уборку. А после того, как недавно подрядчик в буквальном смысле пересолил улицы города, в Южноуральской столице установили ежедневный контроль за расходованием противогололедных материалов. Сейчас последние используются только на местах коммунальных аварий. Вячеслав Ватутин, Илья Капелин, Урал1.